Основываясь на представлении о веществе как молекулярной системе, надо перейти к получению разнообразных связей, которые веществе. Мне кажется, что это интересное и полезное. Более того, я много раз уже убеждался, что это так. Убеждался следующим образом. Вот для того, чтобы все ваши предложения, которые здесь прозвучали, так или иначе учесть, я уже много лет делаю следующее. Я предлагаю часть времени, введённую на этот курс, потратить на представление своих научных работ. Поскольку раз вы магистр, кто вы научной работой, неизбежно занимаетесь, а любая научная работа современная, она без использования компьютера совершенно не мысль. Получается следующее задание. Во-первых, я совершенно не в состоянии естественного, так сказать, охватить применение компьютеров на всех специальностях, представители которых здесь присутствуют. в то время как каждый из вас, по идее, уже является в той или иной мере специалистом в своей области. Ну и, следовательно, предлагается доклад на тему своей научной работы. Если вы хотите за рамки этой темы выход, ну, ради этого. Значит, сначала я со сторонностью к этому делу относился, по сути дела, я таким образом перекладываю это по своей обязанности на плечи других людей. Но, тем не менее, всегда находились желающие это делать, тем более, что цена этого предложения – это просто практически автоматическая. Значит, зачёты для зарплаты. Дело своё следующее. На протяжении многих лет, такие люди находились, и они делали толковые доклады. В прошлом году, например, я был удивлён, аудитория была несколько побольше по количеству людей. Я не знаю, все ли тут пришли или нет. На первую лицу. Потому что все приходят, чтобы знать всё, с кем им придётся в конце общаться. Потом и становится меньше. Но люди отнеслись к этому с такой прохладцем. И как же я был удивлён, когда в концу, когда пришло время делать доклады, я фактически был завален предложением этим докладом. Более того, прозвучала такая редкость. Они, видимо, меня наслушались, думали, что это, может быть, для них неинтересно конкретно. Это вполне возможно. Но я много раз убеждался, что то, что я рассказывал, потом люди в своих научных докладах буквально один к одному в рамках представления своей научной работы воспроизводили. И это, конечно, под зам натуру. То есть оказывается, что я для какого-то процента людей не зря здесь распинался. Так вот, прозвучала такая реплика. Так что мы, собственно, слушали эти лекции, нужно было давно уже представлять этот доклад. Это, на самом деле, мне это, ну, с одной стороны, понравилось. То есть люди восприняли их людей, а с другой стороны, страшно приятно, когда молодые люди, со временем живым умом, так сказать, за короткое время осмысливали свою деятельность, и некоторые из них расправляли его настолько великолепно, просто отточенные, четкие, без лишних, так сказать, слов, скоростной реализации, да, причем все, что вы здесь вот озвучили, все эти темы были так или иначе затронуты. То есть были есть ребята, которые говорили о параллельном контролировании, были ребята, которые говорили об автоматизации эксперимента, о том, как он конкретно установил, для того, чтобы все результаты, по-моему, он использовал систему LogView и построил, так сказать, процедуру сбора первой, допустимой информации. Были люди, которые говорили об обучающих системах, правда, там, дистанционные были системы, были люди, которые говорили о пакетах. Что касается пакетов, это, конечно, совершенно определенная полезность, на которой университеты существуют. То есть на самом деле, необходимо было бы этому делу быть значительно больше внимания и самые востребованные, популярные и мощные пакеты, просто, как главное, в отдельных курсах. Это именно отдельные курсы, потому что они у нас тоже сложны сейчас и настолько много профессиональных, что осветить хотя бы, сделать обзор, и получить, выполнять, может, большие задачи, задачи, так сказать, зародыш будущего использования пакетов, ну, в какой-то большей стыкленности зародить, да, для этого нужны определенные вопросы. Ну, привожу такой пример, скажем, да, может, вы знаете, Венера Михайловича Кисеева, да? Вот Кисеев уже два раза долго, когда в городе прибывал, в Бородиле, и в прошлом году, говорит, он там решил что-то изготовить, какой-то аргумент свой, это, которую он будет выводить. Сделал, скажем, что взял, взял, принято, принято, принесил, искусство, деталь, безмеры, коллекции, пошел в мастерскую, а в цехах, и он говорит, ну, что тут так, выпуски сделайте мне, пожалуйста, какие-то, я говорю, не, вы как-то делать, ну, я вообще не понимаю, что здесь, он говорит, а что нужно сделать, а нужно, говорит, взять пакет, все, и, думаю, вы слышали, да? Слышали, слышали. Да, да. Замечательная совершенно вещь, вполне, в общем-то, она красивая, чтобы ее освоить, выгонить, конструируете там, чтобы быть деталь, записываете вашу правильную кнопочку, приносим эту кнопочку в центр, выставляем кнопочку в остановку, нажимаем кнопочку, на выходе отвечаем, и мы будем вам по-другому выработать просто наши другие люди. Вот простой пример, какие проблемы могут возникнуть, если так сейчас, вдруг по-другому уровню более, ну, чуть-чуть более другой, даже, если не будет. Ну, такой пакет ANSYS, например, тоже, естественно, слышно? Нет? Это совершенно потрясающая вещь, правда, я с ней знаком чисто шапочный, то есть по отзывам, это система, которая позволяет моделировать не на микроскопическом уровне, для этого дела, а на магроскопическом уровне, саморазборазуемые процессы, скажем, процессы текания каких-то тел, то есть гидродинамику, процессы деформации системы механических, процессы, естественно, конструирования, после этого, коли она в Америке, гидродинамикой занимается деформацией, вот уже два компонента, которые позволяют использовать, должны быть использованы при конструировании, скажем, автомобиля и салонем, и салонем. Скажем, все, что может быть связано с распространением радиолом, светлового излучения, с теплопередачей, вот все это доступно на форму ANSYS, совершенно по цепочному или необходимому это физика, ну и, по-моему, инженера, это слово. Он доведел до, по-моему, на протяжении 15 лет, отца все время гидранизироваться, пускаться в новые версии. Последние годы, естественно, это все сделано так, чтобы можно было начать обозначить на параллельных подчислительных систем. Ну, уж я не обману, там про чистые математические, физические инструменты, математические инструменты, а плавные, а еще что-то еще. Какие еще есть? Математика. Математика, да. Математика, это чисто конструктор. Но тем не менее, если кто-то владеет таким вот этим приколовным пакетом, в какой-то хотя бы не и может сделать доклад на эту тему, это будет велико. отец, чтобы это дело как-то формализовать с одной стороны, а с другой стороны в порядке, значит, значит, у нас ожидают, я предлагаю начинать с следующей лекции. Если у вас будет тема доклада, то здесь будет лежать листочек, вы пишите, кто это делал, мы будем делать и будет в порядке. Дело зашло значительно дальше, чем было в прошлом году, потому что сейчас здесь, так называемый, киск сильно фоколизует все-таки образовательные прицелы, да, и сейчас это почти неизбежно заставляет заниматься некой домашней работой, а потом доказывает, что да, десенточек этим занимался. Ну, в частности, представленная доклада в форме презентации только, как я уже говорил, оно является обязательно для того, что вы на вашем обводе занимали. Вот в этом году я включил так называемую технологическую карту представленная доклада фактически не по желанию каждого человека. Но по формально. Если есть люди, которые не хотят, или не могут, или не готовы, ну, пожалуйста, пропускают его, они просто полноценно раздражают в жизни. Но я предлагаю независимо от самочувствия, степени готовности попробовать себя в этом деле каждому человеку, потому что это полезно, у вас лишь раз появляется возможность выступить перед аудиторией, причем не перед такой аудиторией, которая будет тебя критиковать, не давать, или точить тогда зубы, какие-то аудитория, да, вот, аудитория, то есть, ну, равнуюсь вам в крайне великому возрасту. И думаю, что, конечно, вы не употребляя обидных выражений, задавая любой вопрос, и добиваться истинным человеком. Я думаю, что, поскольку в прошлом году нам, по-моему, четырех занятий на это не хватило, мы, может быть, начнем несколько пораньше этим заниматься, ну, скажем, ну, скажем, в последние недели года. Дело вот так, потому что, если будет, если будет, то, что пускай не наступает, если нет, то, что будет остановиться. Вот такой расклад. Да. Какую продолжительность доклада вы рекомендуете? Ну, вот здесь речь идет о 20 минутах. Это хорошая продолжительность, потому что она примерно преваляр к тому, скажем, той продолжительности, с которой вы будете защищаться на работе. Я не знаю, сколько вы сейчас знаете. Если готовы говорить дольше, ради Бога, но нужно иметь в виду, то есть нужно построить доклад максимально грамотно, насколько вы это способны. То есть нужно сделать постановку задачи, нужно, так сказать, подходы к решению этой задачи, провозгласить, да, нужно технологию решения этой задачи и результат. Причем рассчитывать надо на то, что, пускай она будет специфична, для вас она может, ведь эта задача уже не столь нова, вы должны заинтересовать вот эту широкую работу. Свою работа это можно так сказать, степень заинтересованности можно варьировать форму форму предстоит. Я думаю, что 20 минут это хороший день. Ну, если будет меньше, ну, пожалуйста, если будет больше. Но вы сумеете удержать, поддон, в кавычках, на самом деле, хороших сил, хороших ребят, интересы вашей работы. Еще вопрос. у меня девушка просила, она вам не задавала, у нас есть много таких, которые не просит, не просит, не просит. Я сказал, что вижу, поскольку они все послушали, поняли, те люди, когда подходили, они с презентацией делали, я вспомнил, что они медики, не помнил, что они были личными. Ну, скажем, презентация на тему компьютерного модера. Я бы того, конечно, хотел больше услышать, скажем, они этого не знают наверняка, мне бы интересны были математические основы обработки этих данных, которые поступают в реангерийские данные, каким образом они превращают в плоско эти моды. Чтобы на мою поработку хотя бы записать затрат к идее очень в том время интересны. Но они рассказали чисто о каком-то теплодом примере или каком-то названии. Я сказал, что в кольце, да, сейчас мы не кроем с ними были, но они как несут. Но какой с ним структур раз? Если они хотят, то вот. сколько здесь половинок представлены? Половинок? Нет, все. Половинок? Нет, все. Многие физики рассказывают о результатах радиоандукационного оцендированного оценки оценки тех привязей, которые в этой сфере содержатся. Тоже интересно, я бы еще не в самом мире оказывается усмотреть это то, что нараст, но мне кажется, он тоже не что? Сейчас приступим. Да зачем? Нам был по имени, отчеству. Сахей Павлович, которая работает на студии гидрофитики. Угу. Показ. Раз. 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 Угу. техникам, которые получаются результаты, настолько широко охватываются в разных областях физики, что только дима удаешься. То есть те задачи, которые раньше были совершенно не решали, а сейчас в современной технике так не решаются. Но они казались не только потому, что технических возможностей не было, потому что они просто технические становящие. И поэтому деливаться, наверное, достаточно трудно. Единственная возможность успевать, скажем, современные пикеты, например, как-то пролистывать, прочитывать, а потом выбрать из них что-то подходящее и, собственно говоря, пользоваться. Ну а вторая возможность найти свою нишу, даже тем самым сусить предмет исследовать, но, тем не менее, не заниматься настолько эзотическими вещами, которые никому не нужны, потому что наконец-то мы открылись миру, то есть мы можем прекрасно, но уже достаточно рано, как рисунки, где-то мы не достанем, как разумеется, даже не разумеется. Читать не могли, но представлять свои результаты, потому что в новых запоминалах это было пришло редко, что да, и сейчас мы стараемся по-другому усилю делать, потому что вот эта деятельность человечного работника оценивается, так сказать, кем их где-то опубликовался. А опубликоваться-то не означает, что послал статью, это обязательно опубликуется, существует рецензированный, только издания или рецензированные на самом деле серьезно поставлены, они не приветствуются, они и оцениваются. Ну а там доходят форды курьезных вещей, скажем. Некоторых предпоседентов не устраивают наш ангейский. Ну а что теперь делать? То есть мы когда пишем про ангейский, по-своему делу, это не будет хайк, свои обороты русские. Слова заменяем в русский ангейский, иногда пытаясь как-то драматик с ангейским, и, конечно, не сидели за тобой. Ну, такая проблема есть. Потом бывает так, что из-за суженности тематики не все могут понять, о чем собственно говорить, и это вызывает проблемы. Потом есть люди, которые обладают высоким достоинством, да, личным. Но привожу такой пример. То есть Владыкова, у вас Павел Владыков читал? Да, да, да. Да. Не понял? Читал. Так, что это означает? Читал. 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 У кого-то с каким-то особым толком, здесь его. Послание, скажем, когда в прошлом году статисты там не шла о моделировании нетостабильного состояния. Приходит рецензия, значит, про нее говорили. Я вот сомневаюсь, что ваше состояние нетостабильное, то есть это требует доказательств того, что вы на самом деле смоделировали, потому что это состояние не абсолютно устойчивое. Устойчивое частичное, так скажем, если говорить о немедленно состоянии. Если о времени, то они устойчивые конечное времени и от пор, пока не произойдет вазу в переход. Естественно, нужно показать в себе того, что да, да. Я говорю бы и такого. Давай вот представим вот такой график. И вот видно, что за временем гейные свойства, которые они более нечувствительны к пазуху перехода. В данном случае, что просто давление, вот, на самом деле, соединялось достаточно. Ну, за временем нашего опыта оно не претерпело, так сказать, что обратных изменений. А что было следующее? А, так сказать, большой учет, что он аккредируется по разному, а не большой, а не большой, великий. А, выдающийся великий. Ну, это, крайне мере, большой выпуск. Он такой стекционист, он назначен совершенно. Да к чему тут писать? Зачем? Что мы должны ему показывать? То есть, просто парень не понимает, что это существо, это дистанционист. Написал на страницу текста, в котором он, по сути, дело этого рецензента учил. Что это такое? Тех через два дня пришел ответ, что раз вы не хотите отвечать на конкретную постановку, я просто вашу статью просто отвергаю. Это я говорю так, как опубликоваться, не очень простой процесс, а по нему технологии. Мало того, что там должна быть суть, еще технология даже взаимодействия с ними не будет. Ну ладно, товар не взлежал, но товар с усилием образователя, я самостоятельно, муж был уже, я уже все это проделал, я зря вам это не говорю, но мне ответы, вы сказали. Значит, мы будем сейчас говорить о моделировании, да, причем моделирование системы взаимодействия еще через кистики. Я думаю, это много важно, потому что большинство из вас, наверное, уверено, что существо состоит из молекул, молекулы взаимодействия между собой, которые участвуют в молекулы взаимодействия. На самом деле существует еще более тонкая структура, так называемая моделирование из первых принципов, когда затрагивается уже, собственно, то, из чего состоит молекулы взаимодействия, то есть речь, например, действия ядерных электронов, и это абсолютно правильно, но это решение платно-экономической задачи, оно значительно сложнее того, методом моделирования тех методов, которые будут говорить я, и, соответственно, результаты получаются за значительно большее время, и на моделях нет таких масштабов, на которых нужно говорить на экоземодействии в молекулерной системе. Кстати, о том, что существо состоит из молекулы, я не зря упомяну, потому что есть люди, которые им не верят, они не верят, и они не верят. Люди могут увериться, скажем, что мир не произошел результаты исследований исследований пациентов, устанавливающих биологических состояний. В случае, когда я задал вопрос, взаимоком или два пациента в количестве лет, того, сколько существует биологическая жизнь на Земле. Кстати, у меня есть такая полезность, три вопроса, может, чуть-чуть в сторону. Мне нравится, когда они их отвечают, и я отвечаю. Итого, сколько существует биологическая жизнь на Земле, по научизмам, по книжкам? Нет. Кромьте, чуть-чуть кромьте. Не бойтесь, ничего, кто вас? Три миллиарда лет. Совершенно верно, то есть, порядка двух-трех. В интернет зашел, быстрее зашел меня. Вопрос о том, можно в это верить или нет, был паренек, который ответил семь тысяч лет. Я, например, попросил пользоваться моим книжным, таким научным знанием. Он говорит, это в книгах написано. Понятно, в какой фирме, да? Паренек уехал на Родину, на берегу Средиземного моря, по Плаше. Но, вот, обучаясь физике, он проникся, так сказать. Некому религиозному притечению, илдоизм, называя от себя, и свято уверовал, что мир создал Бог, и Яхве поможем. У него существует семь тысяч лет. Глаза у него будут горящие, а он при удовольствии остался, что у него лично получился. Тогда зачем он предмет подрать на то, чтобы здесь приобретать здание, которое, по сути дела, более правильное. Нет. Значит, мы будем говорить о моделировании системы действующих частиц. Мы будем говорить, может быть, немножко о более простых способах моделирования. фракталах. типа вместо какого-то чьего делать автомат, мы будем перкаляться, о том, как она моделировалась, потому, что процессы перкаляться. Практически всегда так или иначе не безумие. С помощью постового инновирования можно разный переход имитировать. Мы будем немножко говорить о фрактальных системах. Кстати, вот о фракталах, тут есть специальный курс, что он читает, да? Курси физики какого-то системы раньше было, а сейчас нет. Сейчас нет, да? Ну, не знаю, может, будет. Ну, это прекрасно, потому, что я считаю, что не ложечко поговорить, но я чуть-чуть просто пробую самое сильное дело, потому, что моделирование может быть метрики создания виртуальных параллельных систем. Ну, если не будет доклада на тему параллельного программирования, а какой доклад должен быть? Кто-нибудь в своей работе считает задачку на параллельных системах? Ну, считал, раньше считал. Ну, раньше считал. Был. Ну, да. Ну, я тоже считаю. Считаете, да? Да. То есть, вы должны нам такую доклад сделать? Ну, я планировал немного шире. Что? Ну, я планировал шире. Шире? Да. Вы можете сделать два доклада. ну, а почему нет, собственно? То есть, если вы умеете программировать параллельные системы, то можно как-то схематически затронуть эту идею. Если у вас получены результаты с использованием каких-то моделей, ну, либо как вы запланировали. Но хотелось бы вот это услышать. Дело в том, что я использую эту параллельную систему, так сказать, уже половину 5, если бы не больше. Но о том, чтобы я свободно, так сказать, продемонстрировал, я, то есть, так сказать, могу. Я могу, так сказать, отправить в некий пакет, и его модуль, вот это можно, да? Давай, так сказать, свободно, струлял, тщательно и сказать, в этом состоянии это сделать. Но я думаю, что это именитие делать, потому что сейчас все подробно. Как раньше, все делалось. Коленки, капашки, но зато я свою программу начало, и все равно. У меня и работают в них с нуля, и там все сводится к простому распределению задач. По слову, это я понимаю. Это, например, я примерно уже полный уровень, да? Вы представляете, что такое? Скажем, в опыте, что такое? Как запрограммировать задачу с применением процесса? Как раздать задачу? Ну, в целом, да, но я все это делаю гораздо проще. Если было не интересно, вы попробуете на эту тему разоваться, скажем. Тут же есть курс какой-то читает. Да, он проще. Вот следующий парень. Всего? Да. Есть люди, которые на этот курс? Ну, ты специально не понимаешь. Ну, мы не знаем, потому что он начнется видал, что не будет сегодня парень. Ну, нехорошо, вот мой год, нечего помыть. Потому что я тогда узнал, что он осуществил, и я решил очень здорово обучиться. Ну, ладно, хорошо. О чем подъем перелива не дожили еще? Сегодня речь вот о чем? Что без компьютерного эксперимента? Что под ним играется? И на самом деле компьютерный эксперимент на настоящее время используется практически во всех экспертах. На самом деле два способа добывания научного знания существовало, русского, но еще нет. Русского в первом году 30-40. Один из них это добывание научного знания из эксперимента и этот подход фундаментальный, незыгранный, собственно, практика нескольких реалистов, вот так, суха теория над руком в древо жизни пышно заменяет, вот об этом, собственно, речь важна. Этическое название экспериментальное оно есть. А второй способ это теоретическое представление, то есть это построение теории, аналитических, как это было вдохновение компьютера и получение результатов на базе этих теорий. Так вот, с появления вычислительных машин появилось третьего возраста, когда вы можете получать знания по сути дела не строя аналитической модели, не проводя реальных эксперимента, он реальный процесс для вычислительных системы. Причём система вообще, говоря, сейчас не знаю существования аналогии системы, а в своё время параллельно развивалась две цифровые вычислительные машины и аналоговые вычислительные машины. Слышали про это? Да. Есть у меня сейчас помощь не опускаю? Нет. Ничего не опускаю. То есть это компьютеры, где ничего не складывалось, ничего не умножалось и не начиталось, а просто строились из радиоэлементов, скажем, из транзисток, из радиолампы, компенсаторов и костей такие схемы, которые представляют ну, скажем, заниматься интегрированием или дифференцией. Если подходит сигнал, запускав инфорт системы, которая интегрирована, то вдруг произвести получат интеграл. Есть частное применение, но кроме того, чем-то подобными являются квантовые компьютеры? Ну, вот, я не знаю. Так или иначе, существует третий способ получения знаний проявления компьютерных скринет. Чем они хороши? Тем, что, когда вы строите аналитическую модель, вы, безусловно, предполагая, что вы должны быть эффективным численным результатом, не может охватить этой моделью все разнообразие физических явлений, которые должны значить. То есть, мы всегда чем-то не обрегаем. Любая аналитическая модель, так или иначе, ограничена своих возможностей. Если вы попадаете в компьютерное все, то вы либо модель не построите, либо не получите правильную инфекцию. Это на самом деле так. проведение компьютерных экспериментов, особенно тех, о которых вы можете забыть о том, что вы должны владеть какие-то ограничения. Далее. Скажем, если говорить о компьютерных экспериментах по моделированию системы взаимодействующих частиц, то мы закладываем в свою модель очень мало. Самое базовое, самое фундаментальное представление, я уже проговорил, если вы закладываете принципы монифулярно-кинетические теории вещества, и все. И благодаря тому, что ваша компьютерная модель, модель компьютерного эксперимента с возможными ограничениями, может остаться так, что результаты окажутся лучше, чем результаты веки-кинетических моделей. Ну а проверить, насколько они нехороши, вы всегда можете поставить параллельное, если это возможно, поставить параллельное реальное эксперимент, и сопоставить реального компьютерного эксперимента. кроме того, почему говорят компьютерные эксперименты, потому что в компьютерном эксперименте, скажем, системы взаимодействующих частиц, мы модельные системы исконечного числа частиц, которые состоят из аналогов атом или молекулы реальных вы можете имитировать процессы так же, как вы наблюдаете процессы реальных систем. Но кроме того, даже сама технология проведения компьютерных экспериментов, она очень похожа на проведение реального эксперимента. Ну, простой пример, вам нужно измерить давление, которое понадобится в порцию вещества при данной эксперименте. И заданным объемом вы берете некую учебу, заполняет это вещество, помещается в одностат, доводит альтернатуру, каким-то датчиком, мы примерно то же самое будем делать в наших моделях. Мы смогли математически создавать контейнер с определенными стенками определенных размеров. Они будут взаимодействовать между собой и с помощью применения некой функции, аргументами, которые являются скорость кардиологических частиц, мы будем получать результат давления на эту систему. То есть, он буквально совершенно романтический способ получения результата. Еще одно преимущество компьютерного эксперимента. Мы с помощью моделирования молекулярных систем, по сути дела, в состоянии заглянуть в то, как эта система выглядит, причем заглянуть на уровне монетки. То есть, мы можем визуализировать процессы строения скульптуры таких систем, потому что величайшими объектами нашего модели являются атом или мощными. Ну, и можно еще, наверное, перечислять достоинства и аргументов в пользу компьютерного моделирования, компьютерного эксперимента. Последний аргумент в том, что наобъекты, частицы, моделирование наобъектов, то есть систем, состоящих из десятков тысяч молекул, ну, как раз для современных машин, более подходит. Потому что чем больше ваша система, тем дольше вы занимаетесь решением, тем дольше у тебя это численно произойдет. Чем меньше системы, тем быстрее мы скажем, сейчас моделирование наносистемы в большом фаворе и люди на этом деле достигли совершенно фантастических зачителяющих результатов. Скажем, в вашем году делали какую-то демонстрацию, оправдывали нашу деятельность, рассказывали о том, насколько мы занимаемся, там в качестве примеров была приведена такая штука. что такое планетарный механизм механики знаете? Нет? Нет? Что такое две зубчатых шестерни, которые дают вращение одно и другое понятно, да? Есть еще такой способ у нас вот есть такая шестеренка и зубы внутри. Здесь у нас пологу, здесь вот 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 здесь тоже есть шестеренка. Когда вы вот эту систему начинаете вращать внешнюю шестеренку с титренными зубами, у вас одновременно начинают вращаться шестеренки на всех полах, которые внутри есть. Понятно, да? Красиво. то есть вы приводите движение только внешнее, а внутри вращаться сколько нам вошло или сколько нам вошло. Так вот попалась иллюстрация, то есть видеопинт, где люди моделируют наноси следу в качестве внешней шестеренки выступает некая молекула, состоящая из атома и тут вот атома какие-то связи, здесь еще шестеренки и внутренние шестеренки тоже на самом деле молекулы со своими торчащими связями. И когда вы внешнюю молекулу начинаете крутить, то мимо этой связи, когда вот эта связь проходит, они начинают взаимодействовать между собой, и эта связь за счет силы взаимодействия приводит к движению на молекулярном уровне воспроизведен планетарный механизм. Вопрос, зачем это надо, я не знаю. Мне кажется, что это не зря делать. Ну так это при нуле температур еще, наверное, все? при нуле температуре там уже... Вот это не обязательно, потому что это зависит от того, насколько устойчиво это взаимодействие. Конечно, чем ниже температура, тем определённее вот этот сработает. Правильно, да? Но есть наверняка некая граница температурная, при которой это не будет работать. Ну, за счет того, что они, скажем, болтаются. связь непродукция очень быстро, потому что кинетический вклад велик. Потому что на самом деле взаимодействие будет определяться не просто потенциально а еще и если речь идет о судьбе вовнутрь, наверное, неслучно. Поэтому есть температура дровицы, наверняка перестанет но это зависит просто от устойчивости самих этих моментов. Ведь и при высокой температуре дерево твердое или там твердое, не только при абсолютном температуре. Есть температура плавления, да, как у нас здесь разрываются, так сказать, исчезают, вещества и страсти и страсти и страсти и страсти Мы перевернем свою технику обсуждать что такое компьютерное умножение и система взаимодействующих Ваши компьютерные модели будут фиксироваться на первых принципах кандидарно-кинической теории вещества. В принципе, вам известно, что мы разговариваем со школы, и в школе выучили препод с первого вещества. В принципе, вещество состоит из молекул, взаимодействие между собой участвуют в тепловом движении. Верой в то, что вещество состоит из молекул, что оно взаимодействует между собой, достаточно, чтобы получить информацию о свойствах вещества. Оказывается достаточно. Но представление о веществе как наборе молекул это микроскопическое представление, а информация, которую мы хотим получить, она, по сути дела, получается на базе рассмотрения свойств микроскопических систем. Нам нужно перебросить от микроскопических представлений и макроскопических и помочь в этом может так сказать понимание того или может первое подводится классическому молекулу, в котором утверждают, что макроскопические явления могут быть объяснены движениями молекул, которые подчиняются законам классического то есть достаточно умеют представлять движения молекул в рамках классической механики, чтобы от микроскопа перейти к свойствам системы. Как это сделать? ну устава есть система состоящая из n-частиц каждая из них имеет скорость и каждая из них имеет прогноз в данном случае вместо скорости пишем индекс когда я индекс напишу это речь идет здесь о том, что все компоненты импульсов n-частиц а здесь все компоненты координат n-частиц в нашей системе так вот если нам известен стадор b и на 2 то мы можем полностью охарактеризовать микросостояние нашей системы то есть состояние системы либо в данный момент времени когда либо если о времени не идет речь просто при дамах b в статистике у нас состоящее системы или микросостояние системы точнее можно представить находящиеся в фазовом пространстве в каждом из них 6 n-меровом фазовом пространстве в каждом их состоянии я нарисовал точнее и назовем это фазовое пространство таким коментания вообще это одна из субъекций которая отличает данные наборы на самом деле можно придумать много или выбор полезного функции каждая из которых тоже является аргументами каждой культуры подавляет п так вот одно дело получить значение f при данном p и q как вы полагаете если и q изменились то есть координаты микросостояния изменились значение сохранится этой функции или нет вот здесь есть фазовое пространство здесь множество микросостояния каждому из них соответствует значение p и q а каждому p и q отличает значение позиции т.к. скажем вот здесь f1 здесь 2 пространство одно и то же а эти результаты будут отличаться или не будут отличаться в сабфизике у вас не учили это? и сильнее да? будут и совершенно радикальным образом они могут отличаться эти значения на десятки порядков друг от друга что мы наблюдаем в реальном опыте? в реальных опытах мы имеем наблюдаемое значение они не даром так названы то есть мы имеем наблюдаемое значение никакой реальный эксперимент фактически ну по крайней мере в теплофизике или молекулярной физике не в состоянии не в состоянии дать вам датчик когда дает вам такой результат он на самом деле дает усредненный результат и это не потому что он умеет каждое объединение считать просто за время датчика проводится усреднение получает мы датики нам в дрожь нам цена если мы умеем получать f1.0.2.0.3 каждая из которых отличается в свой номер номер, но не умеем получать среднего значения нашего процесса. Надо проводить компьютерное моделирование, проводить компьютерный эксперимент для того, чтобы от обгономерных значений перейти к средним значениям. Как в статфизике усерединили средние результаты получаются? Усерединили по времени. В статфизике. Понятие ансамбль известно. Усерединили по ансамблю. А во времени речь вообще не нужна в статфизике. А вот в механике, в механике действительно усерединили по времени. И это в том, что существует два способа получения средних значений. Один из них это усерединили по фазовому пространству, а второе усерединили по времени. Вообще, наверное, строго говоря, о существовании фазового пространства должно заключаться в том, что вы в состоянии измерить вот все, получив F1, F2, F3 во всех точках вашего фазового пространства, а потом получили средние. А в чем проблема получения средних? Большое числа частиц. Не только. Вот я сказал, что F1, F2, F3 могут отличаться по величине и по порядке. Большой разбросый значений. Ну? Потому что эти... Усерединили по значению. Правильно. Они имеют разный вес. Эти значения имеют разный вес. Другими словами, появление у каждого отвечает своя вероятность. Один может быть большой вероятность, что получили, а другие может быть с малой вероятностью. И когда... Если бы они все равновероятные веса ели, как бы вы получили все? Конечно, сложили бы их и все и поделили на количество вкладов в сумму. А если не имеют разный веса, они должны при усреднении и учесть вес каждого вот этого предназначения. Что для этого делать? Сделаю оценку. Усреднение этого фазового пространства. Это есть. Филочками из гидран по всему фазовому пространству. Здесь берутся значения в микросостоянии. Все это дело умножается на весовую функцию. от моментов, которые являются гидран по всему фазовому пространству. И действительно, если бы они равновероятны были, то мы от этого бы отказались. Если бы здесь, где бы... А! Эта весовая функция была бы просто девичка на количество в тучковой системе. Вот это самая лучшая функция получения среднего значения. С этого звание статистического гидрана. То есть это гидран такой же, только здесь отсутствует... Ну, короче, это нормированная функция, которая получается интегрированием без самой космориальной функции. Да, конечно, если бы это усреднение по ансамблю статистическим гидрана. Но это было мало, когда-то вид на этом функции воспределения с каждого ансамбля будет смеющим. А ансамбля определяется просто способом изоляции в вашей системе внешнего мира, да, скажем. Есть ансамбль ЭМВРТ. Это означает, что вы работаете с системой, в которой число частиц, объем и температура пустая. Она изолирована, если вы видите, то есть здесь существует постоянная температура и навеска массовых веществ, поскольку число частиц и объем, изменно она объема. Будет плотно соответствовать. На год усреднения по ансамблю на самом деле, если вам проблематичность, то теоретически это дело записано легко, а значит, средний результат довольно не только. Более наступный способ, более наступный способ, это усреднение по времени. Но когда мы занимаемся усреднением по времени, нужно помнить, что мы временем ограничены. Допустим, вот у вас есть система, есть некая нулевое состояние вашей системы, ее соответственно наборка длины до импульсов. Когда вы по времени систему рассматриваете, то она проходит последовательно некие точки вашего базового пространства. Я вписываю вот эту пунктуру. Если бы вы наблюдали за системой бесконечное время, она за это время бесконечно прошла все точки базового пространства, вы получили бы вот такую запутанную тренировку. Конечно, ждать мы этого не будем. То есть, как правило, и в реальных экспериментах, и в модельных экспериментах в компьютерных, мы рассматриваем лишь участок этой траектории и исследовать на среднее дело хуже. У меня уже записывали немного, но среднее этого времени обозначается вот такой палочкой, чёточкой себе. Здесь у нас было время, в течение которого мы наблюдали за системой. Здесь был интеграл по нашему отрезку. Здесь были функции. Ну вот, в текущее время здесь назначены выходные данные. Вот у вас есть два способа для обучения средних различных. Это просто. А в каком случае вот это среднее по ансамбле, то есть по всем состояниям системы, будет совпадать или хорошо приближаться к их среднему повреждению? Ответ очевиден. Я только что его посудила, но возгласил. Если время наблюдения даст вам длинную траекторию и вниз, то эта траектория отойдёт все микросистемы, ну или огромное большое число микросостояния системы. Вот это вот случится, да, в среднем, по самому аналогу среднего повреждения. И эта проблема называется проблема органичности. И когда эти вещи, например, примерно совпадают, мы говорим, что система органично. Ну, можно подумать, что очень трудно получить, достичь вот такого результата. Но, на самом деле, это не так. То есть любой компьютерной модели, мы, вообще говоря, наблюдаем за системой очень, очень ограниченное время. Перебираем, может быть, там, десятки тысяч, ну, миллионы состояний. И оказывается, что траектория получила по миллион таких вот точек, она очень даёт неплохие средние результаты. Вы это можете легко убедиться, если вы просто длину траектории увеличите, два, пять, десять раз. Каждый раз будете получать средние, хоть и траектория в разной длине, сопоставлять их между собой. Если окажется, что они отличаются в пределах погрешности, такого измерения, да, действительно, ну, можно сказать, что всё хорошо. То есть органичности, условия органичности у вас соблюдено. Но, тем не менее, бывают случаи, когда фазовое подстраивание у вас здесь вот так, вы нарисованы, а он будет вот так. Знаете, каким способом? То есть есть участок, где множество микросостояний, есть участок множества микросостояний, вы стартовали он из этого состояния, начинаете описывать траекторию, она как будто портается, портается, а вот этот вот путь другой, другой фрагмент фазового пространства, который может быть столь и столь же мощный, как и первый. Он, вообще говоря, сильно ограничен. Ну, можно, грубо говоря, сказать, что отношение длины вот этого перешечка к длине вот этого фазового. Оно может составлять по 2000, вы проводите опыт, получаете средние результаты, и говорите, что вот это и есть истинно последние инстанции. Я провел обычное число, получил траекторию обычной длины, получил среднее значение, пытался их удлинять, получают все те же самые средние значения, точки, плюс-минус-брежность. И это и есть правильный результат. А на самом деле наша система такова, что если будут проникли сюда, и начали исследовать вот этого состояния, то получили бы совсем другие результаты. То есть может статься так, что свойства вот этого пространства и вот этого пространства имеют в виду среднее значение многих свойств, они кажутся разные. Вот такие чудеса бывают. И это чудо случилось в этой аудитории. Вот здесь есть такие системы, такой объект, который вот именно, если я указывал пространство рисователя, выглядит вот именно так. Имеется в виду, что при заданных внешних условиях, скажем, при данном температуре и давлении, этот объект может существовать в двух видах. Вот в данном случае он существует в таком виде, что его свойства будут отличать от этого участка пространства. А мог бы существовать в таком виде, что его свойства отличали от этого участка. И многие физические свойства будут принципиально отличны друг другу. Что это за объект? Делают. Ну, обычно отвечают, кстати, на этот вопрос. Некоторые лихо отвечают. У нас строители, наверное, на третьем этаже. У нас могло быть хорошее помещение, а может, у нас не хорошее сейчас. Ну, да, такие проблемы тоже бывают. Что это за система, свойства которой при этих же внешних условиях могли принципиально отличаться от того, что вы сейчас видите, вы буквально видите эту ситуацию. Далее. Давайте вот этот ответ примерно такой же, что мир там 7000 существ. Настолько всё это сложно? Да, конечно, безусловно, человек, конечно, да. Существо биосоциальное, в принципе, его можно описать как системно взаимодействующих частиц, потом ещё подключить взаимодействие на уровне социума и так далее, и так далее. Но это не столько сложно, что это не стало с вопросом. Более простой объект, потом прямо вот вы каждое действие встречаетесь. Ну, будет ли вопрос, да? То есть есть объект, который при этих, при заданных внешних условиях, при конкретных, даже сейчасшних, он мог бы обладать одними свойствами или обладает, а мог бы обладать другими? Что? Ну, капля воды, молодой, дерево. Пожалуйста, берем, что дерево. О, дерево растёт и бездолжен. Что-что-что? Дерево. Что дерево? Она может расти, а может быть мёртвым. Где вы видели? Где? В аудитории деревьев нет. Капля воды тут говорят. Что? Капля воды может быть в воздухе. Капля воды? Ну, чистая вода. Так, что? А что может из воды быть? Как она может быть другой при заданных условиях? Вот вы изолировали каплю воды. То есть я имею ввиду, что там по заданным условиям. Вот температура, скажем так, или нет. То есть вы имеете ввиду. Понятно. То есть в принципе у нас в аудитории, в воздухе, довольно много воды. Правильно? Большая влажность какая-то. Правильно? Но она как бы не в жидкой жидкости. Правильно? Да. А для тех же условий она может быть в жидкой. Вот так вот. Очень хороший ответ. Но ответ в общем настолько хорош, что это один из ответов, который охерачивает человек. А еще что? То есть речь идет о разных фазовых состояниях. Вот то, без чего не может человек жить. Возду, воздух, солнце, солнце. Что? Стекло? Почему? Что я имею ввиду? Ну, кристаллические или аморты состоят. В данном случае? В данном случае аморты. А если оно было кристаллическим? Как внешнее свойство изменится? Да это птичь просто перестанет. Это будет про стекло, да, но птичь перестанет. Да. Оно поставлено сейчас на текло. Сейчас оно прозрачное, если оно было бы в виде кристалла. Оно не было бы прозрачное. Оно бы мутное было, матовое. Я однажды видел в интересном месте это дело. А, что нужно, чтобы стекло из аморфанного состояния перешло в кристаллическое. Что нужно давать? Можно. Или ничего делать не надо? Подождать. Так, подождать. Хорошо. Правильный ответ. Хороший. То есть при этом будет возникать со временем кристаллизация, появляется кристаллическая структура, и это скажется на оптических свойствах, да? Ладно. Не хотим ждать. Не хотим ждать. Я хочу, чтобы оно закристаллизовало. Сжать. Сжать. Надавить посильнее. Надавить. Надавить. Как мы должны варьировать, скажем, температуру, и чтобы давить кристаллизациям? Охладить скорее всего. Что? Андрей, охладить скорее всего? Охладить. Вот оно сейчас в аморфанном состоянии, да? Что такое аморфанное состояние? Что в этой структуре сказать? Текучее. Ну текучее в том смысле, во-первых, да, оно на самом деле течёт. Это неупорядоченное состояние. То есть там нет элементов объёма, трансляция которых можно построить то, что называется построением кристаллической решения. То есть там атомы распределены не в системе определённого аморфана, расстояния и угла, где-то относительно друг друга. Можно такое аморфанное. А мы хотим добиться того, чтобы там появился порядок. Надавить как следует, да? То есть механический на него воздействие. А можно тепловым способом воздействовать что-то? А, кто-то говорил. Законит, охладить, да? Так вот у вас имеется неупорядоченная система, то есть атомы вы вдруг относились к друг другу, как бы, по-моему, нас корячили, но они, тем не менее, шевелятся, тепловое движение все равно существует. Вы берете и тепловое движение устраняете. На позиции это повлияет лучшим образом, в смысле порядка или нет? Ваня проснулся и в местах осталось. Что? Я говорю, проснулся и в местах осталось. А что нужно сделать, чтобы на кристалле осталось? Нагреть? Добавить? Ну что, ребят, нужно будет проснулся? Нагреть просто все. Нагреть надо. Не охладить. Я спрашиваю, как? Нагреть не охладить, а нагреть. Я бы точно так же ответил. Конечно, мы же привыкли закристаллизовать, значит, охладить. Я бы на вашем месте ответил бы ровно так же. Но как красиво, черт побери. Его не охлаждать надо, а нагревать надо, наоборот. Для чего? Для того, чтобы обеспечить подвижность частиц, да, путем нагревания, мы обеспечиваем подвижность, это приводит к тому, что снижается вязкость. И если вы это делаете аккуратно, аккуратно в том смысле, что не доводит его до того, чтобы вязкость потерялась так, чтобы оно просто потекло, как расплав, и не на протяжении сотен лет, а на наших глазах, да, то вы можете добиться того, что эти частички, которым позволено двигаться поэнергичнее, они найдут позиции решеточные. А решеточная позиция энергетически более выгодна, нежели позиция вот такого вот испорядка. Если вы дальше не будете повышать эти частички энергии, то есть не будете превышать температуру, то они в этих позициях оставятся. Вот после этого, если температура снизится, то вы получите кристаллическое силицо-лак. Второй способ. Поскольку у них вязкость очень высокая, но тем не менее подвижное существо, оказывается, что со временем эти атомы находят свои наиболее энергетически выгодные позиции, то есть те, которые отличают позицию африцинической решетки. В 1989 году случайно оказались пилисты, а там посетили международные линоделия, и один из экспонатов – это сосуды, из которых лет, по-моему, 700-1000 лет назад пили пили пили. Так вот все эти стеклянные сосуды, они содержали такие участки, ну, похожие на радужную, окрашенную радужную, да? Это подраз тем фрагментам стекла, в которых началась и уже заметно кристаллизация. То есть вот это впервые. Но утверждают, что очень старые стекла там в каких-то новостырях, в каких-то церквях, если сделано несколько сотен лет назад, если их не точность спорта разбила, если их микрометром измерить сверху и снизу, то снизу они толще, нежели сверху. Я вам категорически не верю, потому что они… Я слышала интересную идею, что по основному из людей строителей вы набрали стекло в тяжелое место в днистали, висел. Просто шико ровное стекло делать не могли, не смотрели, какое потяжелее в днистали? Блотыми. Блотыми. Не только и всего. Так что можно убедиться, что он настолько наглядно, это течение морского состояния, что он на сотни лет может не получать. Да кто там об этом думался? Вот такое живописание того, к чему точнее приводит существование фазового пространства. И это сложно реально на самом деле сказать. Это же правильно. Существование фазового пространства. Ну, мне кажется, что это очень красиво, да? Вы серьезные? Потому что я еще раз докладываю. Практически на каждом курсе на этот вопрос находились ответчики. Вопрос. Вопрос. Если привести его в конденсированное состояние... Ага, вопрос наверно. Вопрос. Вопрос. Вопрос с тем, что это ответное такое, да? Привести в конденсированное состояние, ну, скажем, сжиженное, да? Придутся ли люди, которые в состоянии берут этот мешок с водой? Или плановку? Или ведро? Листи. Поднять. Вопрос задаю тоже не просто так. Потому что я уверен, что на каждом курсе нужно знать, наверное, Скажу, насколько порядков отличаются плотности гранасированных фазок и газовых фазок, коль уж они могут в данном случае вообще сосуществовать, скажем так, в следующем уровне фазок вся жидкость тут же перейдёт в газ, ну допустим, вот выстрелит с сирой. Нужно знать разницу хотя бы в сколько порядков будет. А? Будет огромная оценка физиков. То есть вы должны очень быстро уметь оценивать такие ситуации. Вот уже поступило в положение, что там разность площадей, вернее, отношение площадей с жидкостью. Сколько будет весить банка с жидким воздухом, если роста интенсировать эту индуктуру? Но отношение о том вы хорошо сказали. Ну что, оценки есть? Это вроде меньше одного баллона получающего. Меньше одного чего? Баллона. Баллона? Вы имеете ввиду 40-литровый баллон? Меньше. Ну ладно. Учимся делать оценки. Так вот, плотность газа, пускай это будет водяной пар или воздух. Почти одно тоже. Она примерно один килограмм. Это довольно много вообще, но мы этого совершенно не чувствуем, потому что когда вы килограмм на метр распределите, ну, это вашими руками не ощущая никаких приказов. при вот таких нормальных условиях обычно отношения, ну, скажем, на три порядка. Клотность газа, выживку. Вычисляем объем помещения. Ну, чего тут? 20 на 20 на 5. Или сколько? 20 на 10. 300 квадратных метров. Умножаем на высоту 5. Получаем 1.5 тысячи. Делим пополам, потому что мы получим порядка. Получаем 800 килограмм. Да? За каждым килограмм. 700 килограмм. Если мы это дело сконденсируем, у нас получится почти кубометр жидкости. И будет иметь массу 80 килограмм. Короче, знать это надо на 5 курсе. Чем бы мы не занимались там радиофизикой, тем более медициной. Ну, ладно. То есть мы, по сути дела, вот первое приближение сделали. Значит, вспомнили, что есть два способа получения средних. Что мгновенное значение или микросостояние отличаются между собой настолько, что без применения способов усреднения вы не получите наблюдаемого результата. Третье. Оговорили о том, что эти результаты получили много способов. Сейчас мы задумываем. Нам нужно удивиться наполнением условных количеств. Достигается увеличение времени наблюдения. Другим количеством удобных состояний. И снова набор состояний. Третье. 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 Ну, и наконец-то, мне кажется, это физически просто интересно, что это ставление пазла пространства двух проблем не редкость, а означает, что уже в этой аудитории есть два объекта, которые не соответствуют. Ну, а дальше поговорим как раз и о том, какими способами можно получить либо набор микросостояния на состояние фазового пространства, либо каким способом можно реализовать если вы умеете получать набор микросостояние и знаете, как получить среднее, то результат компьютерного моделирования будете иметь в руках. Если вы умеете получать фазовую траекторию и умеете ее следовать, то вы тоже получите. Стеклое время, да? Да. Продолжение следует...